всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хлеб из трех разных мук муки из трех из трех видов муки из пшеничной видшего сорта из цельнозерновой смотрите какой грубый помол из ржаной муки я пеку хлеб довольно часто как правило из пшеничной муки а мне нравится ржаной хлеб но так чтобы сказать прям ах это пожалуй только бородинский и рижский бородинский нас можно купить в русском магазине а вот рижского там нет быть может я и сам такой пек но уж слишком много возни с чисто ржаным тестом там процесс сведения растягивается на 30-36 часов поэтому я не заморачиваюсь не заморачиваюсь и пользуюсь смесью из двух видов муки и ржаной и пшеничный а чтобы добавить и яркости вкуса пользуюсь читерскими приемами во-первых ржаной ферментированный солод но вы его знаете продается как сухой квас ну берут рожь проращивают потом ферментирует это высокой температуре как сушка происходит потом мелют и получают на выходе вот этот самый солод во-вторых мед и в третьих семечки тыквенные и подсолнечные на выходе получаю довольно интересный вкус а процесс приготовления ну не намного сложнее чем самый простецкий пшеничный даже не то что не намного сложнее а такой же простой короче вот вам список продуктов изучайте а я начну помешать можно руками но миксером проще вода дрожжи не обязательно брать свежие сюда же мед и соль и вот такой момент в сухом виде солод у меня давно закончился но есть концентрат квасного сусла такой пакетик рассчитан на 3 литра так даже и удобнее сколько солода или концентрата добавляется вопрос ваших кузовых пристрастий хотите более яркий вкус кладите больше хотите более спокойный меньше доверьтесь своему революционному чутью сначала размешать все чтобы и дрожжи и мед и сусло и соль разошлись затем уже можно и муку добавлять если у вас не концентрат сусло как у меня а солод то его нужно сначала заварить для чего берете две ложки солода на 150 миллилитров кипятка завариваете даете остыть и после этого используйте его в тесто да естественно воду этом случае нужно вычесть из общего объема воды по рецепту так что тут меня ну все перемешалось можно добавлять муку и вымешивать вот на этом этапе надо просто все вымешать до однородности никаких длительных вымешиваний там никаких развития глютенового каркаса сейчас не требуется смотрите ну теперь накрою полотенцем и отправлю выбраживаться полотенце нужно для защиты от пересыхания поверхности теста ну от сквозняков берегите для той же самой цели я убираю в духовку и включают там лампочку и тепла как раз хватает для поддержания оптимальной температуры всего процесс брожения должен идти два часа и каждые сорок минут нужно проводить такую энергичную обминку ну я покажу 40 минут прошло и смотрите как себя чувствует тесто она поднялась двое она мягкая воздушная пузырчатая за эти 40 минут за время подъема дрожжи уже успели стрескать весь кислород в тесте и сейчас собираются перейти в аэробный режим в этом режиме они потребляют то же самое количество сахара что и в аэробном выделяют в три раза меньше углекислого газа и при этом сами не развиваются такое вот энергичное вымешивание во-первых удаляет углекислый газ во вторых опять ну в какой-то степени насыщает тесто кислородом соответственно заставляет перейти их в аэробный режим и кроме того заставляет разбухший глютен склеиваться в нить и те соответственно образуют сетку эта сетка соответственно и образует каркас который будет удерживать углекислый газ внутри теста соответственно будет более эластичным и более воздушным короче опять убираю в духовку на очередные 40 минут промежуточную обминку показывать не буду встретимся на этапе формовки настало время последней третьей обминки видите как поднялось тесто сразу сюда добавлю семечки и примерно одну-две ложки ароматного нерафинированного подсолнечного масла кстати вместо семечек можно положить размолотый кориандр и тмин ну или что-нибудь одно либо что-нибудь другое они отлично с ржаным солодом ферментированно сочетаются ну хватит уже вмешивать пора формовать хлеб тут все просто тесто довольно липко это заслуга ржаной муки а так как глютена в тесте мало то форму она держит плохо значит самый лучший вариант готовить формовой хлеб а не подовый в любом случае надо обтянуть его вот таким складыванием обратите внимание что степень влагопоглощения у разной муки разная поэтому возможно в вашем случае указанного количества воды может оказаться для теста либо слишком мало либо слишком много поэтому при необходимости можно отрегулировать эту самую влажность добавлением в тесто на последнем этапе вымешивания либо воды либо небольшого количества муки пшеничной высшего сорта любую другую добавлять смысла нет потому что именно пшеничного высшего сорта содержит наибольшее количество белка значит соответственно глютеновых соединений именно она позволит вашему тесту если воды допустим было слишком много для вашего теста собраться в комок и не расплываться совсем кучей но воду добавлять или масло к примеру подсолнечный на ваш вкус можно естественно любое накрою полотенцем для защиты от пересыхания и оставлю в таком виде на час духовку можно уже греть верхний и нижний нагрев температура 200 градусов ну примерно плюс-минус 5 градусов час прошел и пора убирать хлеб в печь смотрите как оно поднялось то есть практически в два с половиной раза наверно уже первые 15 минут надо выпекать с паром ничего стенки духовки можно обыгрывать водой из пульверизатора а по прошествии 15 минут на пару секунд приоткрываем версту духовки и выпускаем лишнюю влагу время выпечки зависит от реальной температуры в духовке и от размера вашей формы понятно чем больше форма тем дольше печется рассчитывайте в среднем на 20-30 минут для дополнительного контроля помните тесто внутри достаточно липкая поэтому прокалывайте сухой спичкой если будет выходить наружу с неналипшим тестом значит уже готово и следите за внешним видом до конвекцию ни в коем случае не включаем ждем ну что наконец таки можно пробовать давайте приступать он уже полчаса после того как я его вытащил из духовки стоит на этой решеточке и уже немного остыл он тёпленький еще давайте смотреть что там внутри вот такое чудо смотрите цвет это заслуга как раз таки солода ферментированного аромат очень приятный мягкий нет кислинки присущий бородинскому к примеру он такой сладковатый пахнет слегка тыквенными семечками просто чудо легкая соломноватость в нем сочетается с такой же легкой на сладостью солода это очень вкусный сиен хлеб вкусный хлеб с семечками какое-то чудо я такой готовлю и он и в холодном виде хорош но в теплом просто какая-то феерия вы знаете если его еще и трескать с медом например вообще будет фантастика ладно я буду есть за кадром готовьте этот хлеб я уверен он вам понравится я думаю что с этим рецептом можно еще пофантазировать например на последнем этапе когда я добавляю сюда семечки и добавляю масло подсолнечное ароматное можно добавить не масло а может добавить немного йогурта тогда придется конечно добавить муки еще пшеничный йогурт принесет не сладкого йогурта йогурт принесет кислинку в этот хлеб можно быть может добавить небольшое количество изюма или каких сухофруктов можно добавить гораздо больше и более богатый набор семечек и это будет здорово короче пробуйте и наслаждайтесь огромное спасибо что досмотрели отдельно огромное спасибо спонсору саморе за спонсорскую помощь огромнейшее спасибо монтажеру который прекрасно монтирует эти видео вам за компанию всем пока и 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